Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Сегодня в столице Норвегии, Осло, прошел форум Свободы. И впервые на нем выступил недавний политзаключенный номер один, Михаил Ходорковский. А также в российскую делегацию входили Гарри Каспаров, Михаил Касьянов и Одежда Толоконникова. И Петр Верзилов, это активисты, и недавние политзаключенные. Ну, я бы так сказал, что Михаил Ходорковский впервые выступал на этом форуме, как представитель полноправного и правозащитного сообщества из России и защитник прав узников совести. И о том, что должен сделать цивилизованный мир, которому напомнили о судьбах оппонентов Кремля, томящихся в застенках, мы сегодня поговорим с нашими гостями, политиком Сергеем Давидисом, членом полицейского движения «Солидарность», одним из заявителей «Марша миллионов», членом постоянного комитета партии 5 декабря, Добрый вечер Сергей. Здравствуйте. И Анне Гаскаровой, жена утвержденного по волотному делу, члена Координационной советы оппозиции, Алексей Гаскаров. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Сегодня у нас по совпадению два года выборов в Координационной совете оппозиции. Давайте подведем невеселые итоги, которые подвела сегодня газета РБК. Сергей, сколько же в результате членов Координационного совета оказалось за решеткой, в изгнании и под судом? Ну, вот, по статье РБК провели это исследование, провели статистику. Порядка трети оказались непосредственно преследуемы в уголовном порядке. Кто-то вот в результате вынужден был уехать, кто-то реально оказался за решеткой, как Алексей, как Сергей Удальцов, как Леонид Развожаев, к сожалению. Но несколько человек еще в пору функционирования Координационного совета подверглись этим репрессиям. А если брать тех, кто стал свидетелем по уголовным делам, то это, наверное, почти все. Потому что так или иначе все это связано, и все мы по каким-то уголовным делам свидетелями оказываемся. Я вот тоже по болотному делу был свидетелем. Да, давайте Ане дадим слово. Каково самочувствие Алексея? Расскажите нашим зрителям, радиослушателям. Ну, сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина», потому что он проходит обследование зрения. Это просьба была заявлена нашим адвокатом для того, чтобы эти результаты, о том, что его зрение ухудшилось, они пригодятся, возможно, на апелляции. Но в целом ребята, которые сейчас по последней волне ожидают апелляции, они на самом деле хотели бы поскорее уже пойти по этапу и отправиться в колонию, потому что это важная смена обстановки, условий и возможность побывать уже на улице, потому что в колониях содержание строится по-другому, и там режим строится по-другому. Но ребята держатся. Да, ну, во-первых, пребывание в колонии, я так понимаю, это одно из необходимых условий условно-досрочного освобождения? Нет, не обязательно. Ярослав Белоусов, например, мог попадать на УДО, и он подавал на УДО еще до того, как его успели этапировать. Но он просто вышел по истечению срока, там бюрократическая машина не успела вовремя сработать, когда у него был суд в Москве, он еще находился на этапе. И поэтому суд в Московске отправил рассмотрение на УДО по месту отбывания наказания, а к этому моменту его срок уже закончился, и он вышел. Главное отсидеть какую-то часть срока по разным статьям, это разное. Сергей Давидович, вот мы когда последний раз с вами встречались, на одного политзаключенного было больше, на Даниила Константинова. Кажется ли вам закономерным победа общества в борьбе за его свободу? Ну, закономерной нет, но то, что, конечно, это победа общества, а не просто какая-то там добрая воля и торжество правосудия. Ну, торжеством правосудия это вообще смешно назвать, когда невиновного человека выпустили таким хидрым образом, что назначили ему там, изменили статью на более легкую, и благодаря этому амнистировали. Но если бы не было очень мощной общественной кампании, конечно бы суд этого не смог сделать. Гарри Кимович, добрый вечер. Чему было посвящено ваше выступление на форуме? Да, вот мы сейчас видим стоп-кадр, как вы на трибуне, и у вас такой какой-то оригинальный в стиле каламбура эпиграф к вашему выступлению. Вам слово. Вообще на эту тему я говорил раньше. Использовать банки-авитанки, в данном случае банки как финансовые инструменты. Речь шла о том, что борьба с агрессивным курсом путинской России, и вообще борьба с агрессивными внешнеполитическими действиями разных диктаторов, она сегодня должна носить экономический характер. Потому что, конечно, в 21 веке крайне желательно избегать прямых военных мер и военного противостояния. Я говорил о том, что на самом деле российская власть сегодня крайне уязвима, и почему-то все упоминают о газовой зависимости Европы от поставок российского газа. Игнорирую тот факт, что если Европа получает треть российского газа из того, что она использует, то для России европейский рынок газово-нефтяной это более 80%. Совершенно очевидно, что во многом благосостояние российского бюджета, оно базируется на том, что российский газ и нефть покупаются Европой. Ну и кроме того, достаточно уязвимы и все остальные секторы экономики. И поэтому, конечно, для того, чтобы превратить дальнейшее негативное развитие событий, и, на мой взгляд, неизбежные агрессивные действия России на других направлениях по тому периоду бывшего постсоветского пространства, необходимо, конечно, сегодня продемонстрировать политическую волю, без которой невозможно будет производить различные события по наиболее опасному сценарию. Как вам показалось, Гарри Кимович, узнал ли аудиторию о масштабах репрессий, которые кремлевский режим развернул против участников болотного дела? Нет, безусловно, даже эта аудитория, которая сегодня слушала выступления Михаила Горьковича Ходорковского, а эта аудитория достаточно продвинутая. То есть это люди, которые, в общем, интересуются, внешней политикой интересуются правами человека. То есть уже здесь проходит шестой форум, форум свободы в ВОСЛО. Но даже эта аудитория, она, конечно, была поражена, в общем-то, действительно масштабом репрессий, жестокостью репрессий. И очень важно, что презентация, она базировалась не вообще на разговорах академических или каких-то просто общих сводок, а речь шла о конкретных людях. То есть вот эти фотографии, этот голос человека, они могли услышать все слова обвиняемых из зала суда, вот последнее слово обвиняемых, конкретные кадры, рассказ подробный о том, что происходило 6 мая на Болотной площади. Мне кажется, что даже для этой аудитории такой объем концентровенной информации был, конечно, шокирующим. И, в общем-то, мне кажется, что необходимо, чтобы люди повсеместно имели возможность понять вообще о том, что сегодня происходит в России и избавить каких-либо иллюзий по отношению к путинскому режиму. Сегодня два года с момента избрания Координационного совета оппозиции. Как вы считаете, какую роль он сыграл и почему кремлевские политтехнологи так остро восприняли его существование, что вот мы сейчас подвели итоги, практически выдавили из страны треть или в ту сторону, или в другую, или в застенки, или за границей. Мне кажется, что власть всегда очень валютно реагировала на любые попытки объединения разных ветвей оппозиции, когда люди забывали о своих идеологических различиях и готовы были работать совместно для того, чтобы демонтировать путинский режим. Координационный совет оппозиции, мне кажется, все-таки был шаг в правильном направлении, потому что все-таки были проведены выборы, не буду забывать, это довольно как бы уникальная ситуация сложилась, когда в России появился представительный орган, за который проголосовали десятки тысяч людей. Понятно, что это капля в море, если взять всех российских избирателей, но создался прецедент, и любая диктатура, она очень болезненно реагирует на подобные прецеденты. А сегодня несколько десятков тысяч, а завтра, глядя, что там были строительства вырастут. То есть, понятно, что у людей, которые составляют Координационный Совет, был определенный уровень юридичности. И можно спорить о том, насколько он был высок, но понятно, что процессуально, конечно, выборы Координационного Совета нельзя было сравнивать с фарсом, который называется российским выбором. И поэтому власть очень агрессивно отнеслась к этому. Считаю, что сохранение такой инфраструктуры и проведение, скажем, на вторых, и последующих выборов может создать потенциально реальную угрозу монополии на власть, которая обладает сегодня Кремль. Я слышал, кстати, что, как говорили вы с Сергеем Новиницем, о Даниле Константинове, тоже, кстати, выбранном члене Координационного Совета, который уже был за решеткой, когда его выбирали. Но тоже, мне кажется, показательный пример, что он был один из тех молодых националистов, которые высказались в декабре 11 января 2019 года за совместные действия, вот, объединенные оппозиции. И я думаю, что именно с его действиями, с его авторитетом, который он обладал среди молодых представителей этого крыла российской оппозиции, вот с этим и связано то, что было сфабриковано такое чудовищное дело, и поэтому власть с невероятным упорством стремилась изолировать его на многие годы. То есть, в целом, Координационный Совет показал, что такое сотрудничество возможно, и, к сожалению, в общем, мне кажется, предпозитив, который был на работе, Координационным Советом до сих пор не оценивается. Да, вот как бы вы видели будущее российского оппозиционного движения? Какие новые формы вы бы предложили активистам, которые сейчас нас слушают? Мне немножко сложно рекомендовать находиться пределами нашей страны. Мне кажется, что вообще на сегодняшний день говорить о будущем оппозиционного движения, мне надо отдавать себе отчет в том, что никаких инструментов смены власти через выборы не существует. И совершенно очевидно, что, на меня во всяком случае, что демонтаж путинского режима не будет включать в себя выборные инструменты. То есть, ну, теоретически можно предположить, что на уровне муниципалитета можно что-то изменить, хотя, по-моему, даже на этом уровне уже возможности каких-то перемен свозят к минимуму. Но совершенно очевидно, что так же, как и Путин, который не скрывает своих намерений оставаться у власти пожизненно, так и любые начальники, мало-мальских, как говорится, такого серьезного уровня, они находятся на своих местах не потому, что их это выбирает, а потому, что они являются и до той поры, пока они являются лояльной частью существующего режима. Задача оппозиции, совершенно, на мой взгляд, от тех людей, которые не согласны с режимом, и, в общем, их состояние как-то доносить свое мнение до какого-то количества наших сограждан. Это просто говорит о том, что сегодня в России пропагандистская машина просто сдвинула все понятия. То есть, там, белая, черная, война и мир. То есть, мы живем в Урловском пространстве, и наш шанс на то, что Россия сумеет без страшных потрясений выйти из этого путинского капкана, вот из этого тупика, который загоняет, загнал Россию в путинский режим, связан с тем, чтобы все-таки значительное число людей, в первую очередь в крупных городах, и, конечно, в Москве, оно вообще поняло, в каком зазеркале сегодня мы живем. И чтобы это прогрузение произошло до того, как пока станет слишком поздно. Большое вам спасибо, Гарри Кимович. Напомню, что на прямой связи с нашей студией из Осло, где прошла сегодня вообще такая представительная акция, которая значит название «Форум мира». С нами на связь выходил Гарри Каспаров. Вопрос Сергея Давидеса. Как вы считаете, Гарри Кимович пессимистично смотрит на возможности российской оппозиции? Ну, он, мне кажется, смотрит адекватно, трезво, да. Потому что я тоже так смотрю, да я думаю, что и любой, кто непредвзято на это смотрит, кто какими-то иллюзиями себя не тешит, понимает, что оппозиция сейчас не является субъектом перемен. То есть власть разыграла последнюю карту, которая у нее была, карту внешней политики, и таким образом мобилизовала поддержку общества в большой степени. И в этом смысле оппозиции бессмысленно было бы пытаться вот именно сейчас переломить чашу общественного настроения. Это произойдет само собой, и важно, чтобы оппозиция к тому моменту была консолидирована, имела позитивную программу, была объединена тем, что ее объединяет, и в этом смысле опыт Координационного совета очень ценен. Потому что строить там левое, правое, национальное или еще какое-то государство, это то, что будет обсуждаться, когда будет возможность общества влиять на государство, когда будет власть закона. А в этом, в общем, все едины. Поэтому вот прецедент в виде Координационного совета был создан, и готовится к неизбежным переменам, которые позволят оппозиции более активно влиять, на жизнь страны. Надо сейчас. Ну, к вам вопрос. Вот Алексей как-то поменял свои взгляды за время пребывания в застенках, например, на ситуацию с Украиной? Каких он сейчас придерживается? Нет, Леша не менял свои взгляды вообще в целом политических, а его дискуссия с Алексеем Сахниным, который тоже в связи с баллатным делом был вынужден покинуть страну, его дискуссия в переписке попала в поле зрения даже федеральных каналов, ее обсуждали, потому что Алексей Сахнин ездил на Украину, и в целом каким-то странным образом его позиция по событиям на Украине как-то сочетается с позицией Кремля. Не то, что он поддерживает Кремль, просто они как-то друг к другу перекликаются. Ирифуете, да. Да. А Алексей же Гаскаров вообще все-таки не сторонник вот этого освободительного движения, как это называется, да, на то, что сейчас происходит на Донбассе. Вот. И, в общем, эту переписку я даже советую почитать, потому что там много таких подробностей, она на Русузнике находится. Да, вот очень поучительно. Вот, значит, жив еще Координационный Совет, раз в нем такие, как бы, происходят процессы. Как вы считаете, Сергей? Ну, нет, Координационный Совет, конечно, не жив. Ну, в смысле? Просто он собрал в себя, это все-таки ведь были выборы, и он собрал в себя ярких представителей разных направлений. Вот я там, например, познакомился именно в Координационном Совете с Алексеем Гаскаровым, и очень горжусь этим знакомством и в Координационном Совете, и вот сейчас, тем более, в тюрьме. Я вижу, что он пишет, вижу степень адекватности, которую он проявляет в реакции на общественные события. Просто восхищаюсь его мужеством, его здравомыслием и трезвомыслием, которые он сохраняет в этой непростой ситуации. Жив не Координационный Совет, жив запрос на то, чтобы те люди, которые хотят, чтобы авторитарная власть в России сменилась властью подконтрольной народу, чтобы у нас было разделение властей, был примат прав человека, чтобы эти люди так или иначе объединяли усилия. Этот запрос есть, и я думаю, что вот сейчас эта волна реакционная неминуемо схлынет, и процессы опять пойдут к объединению. Да это бог. Вот, Аня, вопрос. Как вас удивило, что даже такая подготовленная аудитория, как в Осло на этом форуме, мало знает про болотное дело. Может быть, что-то надо еще рассказать гражданскому обществу зарубежному? Нет, меня это не удивило, потому что на самом деле не так было много возможностей как-то рассказать о том, что здесь происходит. И в целом именно такие международные события, международного масштаба, как правозащитные конференции, это и есть такая трибуна, с помощью которой можно транслировать о происходящем. И я уже много раз говорила, что польза таких историй заключается в том, что когда правозащитники приходят к мнению, что есть политические заключенные, это такой создает статус доверия. Подключаются какие-то люди из совершенно других средств. Для меня судебный процесс спустирает, это большой пример, когда Амнистия Интернешнл объявила их политическими заключенными, это вызвало доверие людей культуры, и большое международное сообщество подключилось к тому, чтобы выступать в их защиту. Теперь девушки вышли, у них есть такая большая поддержка, и возможность заниматься правозащитной деятельностью уже в свою очередь. Сергей, как у вас приняли сегодняшние новости из Санкт-Петербурга о том, что их иск даже не стал рассматривать Конституционный суд? Нет, ну выстроена стройная система подавления всякой инициативы неподконтрольной власти, всяких выступлений, которые власть воспринимает как угрожающие себе. И Конституционный суд это всего лишь элемент этой системы. Не для того писались эти законы и штамповались безумным принтером. Нет, чтобы их использовать, а чтобы их Конституционный суд отменял. Ну, странно, если там одна рука будет мешать другой делать то, что им указано головой, которой является исполнительная власть в Кремле. Поэтому нет, ничего удивительного в этом нет. Было бы фантастическим чудом, гораздо большим, например, чем решение по делу Константинова, если бы Конституционный суд изменил бы эту статью. В общем, я не могу этого представить. Да, вот как вы считаете, вот девушки, они представляют тот пример, который за эти годы, что ли, дала практика оппозиции, что выросло вот такое поколение политзаключенных, узнец совести, которые не возвысили свой голос протеста против судебного произвола? Ну, процесс этот, к сожалению, идет постоянно, люди попадают за решетку постоянно. Ну, вот сейчас калининградское дело, когда три человека, из них два достаточно молодых, вывесили флаг, немецкий флаг вывесили на здании ФСБ в Калининграде в знак протеста против двойных стандартов, против полного подавления федерализма в Российской Федерации на фоне приветствия вооруженному сепаратизму в соседней стране. И за это они вот с апреля находятся за решеткой, потому же, по обвинению по той же статье, практически в той же формулировке, что было у Алёхиной Толоконниковой, хулиганство по мотивам на этот раз политической, идеологической вражды. Ну, оно столь же бессмысленно и неоправданно, как и у них, и тоже люди не сдаются, мужественно держатся. Руферы, которые на Катиническую залезали, тоже, по-моему, молодцы. Ну, с ними есть несколько другая история, потому что, насколько можно судить, они, собственно, просто прыгали с парашютом. Ну, они помогли там какому-то бесс-джамперу из Киева. Это вопрос сложный, давайте не будем даже об этом говорить, потому что, ну, они говорят, что нет, и он говорит, что нет. То есть странно нам было бы обвинять их и придерживаться версии следствия. Да, Аня, как вы считаете, вот в мире должны понимать, что Россия не столь благополучна в отношении политзаключённых в странах? Потому что вот тут выступают какие-то бизнесмены против санкций в отношении России. Мне кажется, они просто не осведомлены о том, что на самом деле у нас здесь творится. Ну, во-первых, стратегии, которые, собственно, продвигают и Олеговна Столоконникова, о том, что необходимо вводить санкции именно экономически, они даже делали в своё время список людей, приближенных к власти, в отношении которых эти санкции надо вводить. Я с этой стратегией согласна. Но почему ещё необходимо вводить на международный уровень то, что здесь происходит? Потому что, как уже сказала Сергей, судебная система у нас прыгнула во всех инстанциях. И для многих людей, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, последней почти возможностью как-то изменить свою ситуацию, это возможность обратиться в международные станции. Когда у нас зашла речь о том, что Россия хочет выйти из-под влияния Европейского суда по правам человека, это звучало достаточно абсурдно, но, мне кажется, в сегодняшней России даже это возможно. И это поставит просто в тупик огромное количество людей, которые находятся в местах лишения свободы. И, соответственно, если международное сообщество, правозащитное, судебное, в курсе того, что здесь происходит, они с большей внимательностью и приоритетом, возможно, рассмотрят те дела, которые сейчас актуальны. А у Алексея есть какой-нибудь апелляции в Страсбурге? Ну, для того, чтобы попасть в европейские суды, нужно сначала пройти все инстанции в России, доказать, что они не сработали. У нас есть намерение все это проходить, поэтому это все в процессе. Сергей, сколько по вашей статистике сейчас вообще округлено на политзаключенных? Ну, и на самом деле я могу сказать, сколько значится в списке правозащитного центра «Мемориал» союза «Солидарность» с предзаключенными. 45 человек, но это заведомо, конечно, неполное число, потому что мы же не владеем полнотой информации по разным делам. Вот там, например, нет Олега Сенцова, да, потому что нам понятны, в общем, обстоятельства ситуации, и есть внутренняя убежденность в том, что это политическое преследование. Но дело закрыто в ФСБ, никакие подробности неизвестны. И где он сам сейчас? Ну, в Москве, в Лефорту, ну, как и остальные. Закрыто, в смысле, засекречено. Засекречено, да, то есть невозможно. Если по делу Савченко, например, вот мы недавно вынесли решение о том, что мы считаем политзаключенные, я имею в виду правозащитный центр «Мемориал», мы имели возможность изучить материалы дела, которые следствие предоставляло для ареста, то здесь мы не можем ни с чем ознакомиться. А мы стараемся, чтобы эти высказывания были мотивированными. Поэтому 45 человек – это, скажем так, надводная часть Айсберга. Заведомо их гораздо больше. То есть, если понимать политзаключенными людей, которые незаконно лишены свободы по политическим мотивам власти. Аня, а вот Координационный совет успел как-то помочь Алексею в выборе адвоката или вообще как-то организационно? Ну, во-первых, участие Леши, чтобы мы в стратегии в суде выбирали, что это дело, ну, как бы оно заключалось в том, что дело политически мотивированное, и собиралась некая доказательная база, в том числе от Координационного совета Сергея, да, у нас там была бумага о том, что он занимался политической активностью и так далее. Плюс была бумага о том, что он посещал все заседания, которые проходили, да, как аргумент против того, что Алексей скрывался. Поэтому, ну, какую-то роль это определенную сыграло, конечно, но просто не надо рассматривать Координационный совет как какую-то силу, да, которая может повлиять на, там, судебные решения, оказать политическое давление. Это, как бы, большой пазл, и вот участие Леши в Координационном совете и, соответственно, помощь Координационного совета, она была частью этого пазла, которая, там, сложилась с другими многими факторами. А видео какое-нибудь вы подбирали там? Несколько часов видео там есть, что он ничего такого противозаконного не делал? На Болотной площади? Да. Да, конечно. У нас предоставлялись материалы. Мы запрашивали у разных журналистов эти фото-видео-материалы. Они даже в суде вступали по поводу того, что они вели съемку и видели Алексея непосредственно на месте событий. Вопрос, Сергей. Вот как по вашему вырастает ли Михаил Хатарковский в такую фигуру глобального масштаба, как правозащитник и даже уже с политическими амбициями? Ну, глобальный масштаб – это вещь такая достаточно. Сложно оценимая. Мы находимся в России. Мы можем судить о масштабе его в первую очередь в России. О нем как о представителе российской оппозиции, российско-правозащитного сообщества во внешнем по отношению к России. Российский, да, заключенный. Ну, вне сомнения, поскольку он еще год назад даже меньше находился за решеткой, был таким символом удаленным, таким знаменем, образом таким. А теперь практически занимается. И вот сейчас «Открытая Россия» создается, которая декларирует в том числе намерение помогать политзаключенным. Конечно, он приобретает черты практического участника этого процесса и в силу своей известности, в силу своих возможностей, очень значительного участника. А уж про амбиции и про результаты, ну, покажет жизнь. Пока это в первую очередь некая декларация, хотелось бы, чтобы все получилось у Михаила Борисовича в этом смысле, и он смог внести существенный вклад и в правозащитные дела, в первую очередь в помощь политзаключенным, и в консолидацию демократического движения в изменении ситуации в стране, пользуясь своим авторитетом. — Аня, вопрос. Вот Институт современной России, который руководит сын Михаила Борисовича, он мониторит, условно говоря, курирует всех политзаключенных. Еще про Алексея не было статьи, вот они такие сделают исследования по делу каждого политзаключенного. Про Даниилу Константинову вышел, перед его освобождение. — Я просто могу об этом не знать, если честно, могла пропустить. — Вот как вы считаете, будет на следующей неделе день политзаключенного? — Да. — К сожалению, попали. В эту же категорию, как и все мы. Я вот, например, сын обоих родителей политзаключенных, у меня и отец, репрессированный, и мать. Как по-вашему, нужно ли максимально обострить этот день, не как день жертв политических репрессий, а как день российского политзаключенного возника совести? — Я думаю, что это событие сами по себе трансформируется в силу исторического контекста. И эту дату я просто знаю, что очень многие организации или журналисты просто в эту дату будут делать какие-то материалы про актуальных политических заключенных. Это само собой происходит. — Да, вот как раз будет форум. Как вы считаете, Сергей, вот то, что выдавили даже таких уважаемых людей, как Владимир Ашурков, Сергей Гуриев, это говорит о том, что Кремль перестраховывается и даже малейшего, малейшего фронта не прощает? — Ну, выстраивается такая железобетонная система полной подконтрольности. Особенно это касается представителей элиты. Потому что, если на улице 10 человек будут хотеть чего-то другого, это не так страшно, как угроза раскола элит. И поэтому и Ашурков, и Гуриев, которые все-таки в некий эстаблишмент входили, они представляются особенной угрозой. Поэтому я думаю, что давление на них тоже было с этим связано. Они, в общем, не тот, не другой, с точки зрения реальной угрозы власти, ничего сделать не успели. Но угроза реально власть ощущает от публично заявленного инакомысля представителей эстаблишмента. — Да, вот я еще раз изучаю этот список, и вот я вижу, за решеткой сейчас остаются Сергей Аудальцов, Алексей Гаскаров и Леонид Развожаев — это представители левых сил. Как вы считаете, почему власть решила начать разгром оппозиции с левого крыла? — Я бы не сказала, что именно с левого крыла, просто, на самом деле, если посмотреть на людей, которые сидят по болотному делу, там есть представители самых разных течений, там есть и националисты, и левые, и даже люди, которые совершенно как бы никак не ангажированы. в целом, ну, если уж за решетку попадают, да, какие-то люди, которые все-таки участвуют в политическом движении, как правило, это какие-то люди, которых власть ассоциирует с лидерами, Лешу называют лидером антифашистского движения, что неправомерно, да, Сергей Аудальцов тоже известен как такое лицо левого движения. — Левый фронт, да. — Да, но поэтому я не могу сказать, что левое движение здесь как-то выделено, но, скорее, это равнозначно с остальными заключенными, которые придерживаются других взглядов. — А вы как считаете, Сергей, почему это? — Ну, на самом деле, вот в момент, когда эти репрессии начались, действительно, в Координационном совете это в первую очередь ударило по левым, но только в первую очередь, потому что, ну, собственно, Алексей Навальный и вот все представители РБК, они тоже подверглись мощному преследованию, Алексей, второй год находится под преследованием, то есть чуть-чуть, чуть-чуть не сел на реальный срок и сейчас под домашним арестом. — Чуть-чуть не стал мэром, можно так сказать. — Ну, нет, это как раз вот нет. Это чуть не считается и реальной возможности, конечно, не было, потому что власть этого не допустила бы. Репрессии, ну, вот там, не знаю, Белов, который неоднократно заменял других представителей националистической курии на заседание, вот сейчас оказался за решеткой. Ну, он заменял, поскольку люди как раз находятся за решеткой, были случаи, когда он заменял Константинов, ну, физически люди участвовали в деятельности Координационного совета, тоже сейчас оказался за решеткой, поэтому я бы не сказал, что именно против левого. Хотя вот конкретно по болотному делу Алексей, это скорее исключение, потому что большей частью там как раз люди совсем неизвестные, то есть вот он один статус лидера там, а все остальные скорее набрано для представительства, что вот есть там и либералы, и националисты, и левые, и женщины, и мужчины, и студенты, и менеджеры. Ну, это, в общем, известная концепция, то есть ничем другим, кроме как желанием запугать всех сразу, что никто не защищен, вот такую случайную совершенно подборку по виду случайную, потому что с таким же успехом можно было привлечь еще столько же человек или не привлекать никого, потому что вины-то нет ни за кем. Да, конечно, нет, но это вообще, мне кажется, что мы рано закрыли вот эту борьбу за болотное дело, ведь оно недавно завершилось в суде, да, кто последний? Ну, так-то следствие может еще продолжить задержание сколько лет? Восемь, по-моему, еще может, десять лет всего. А судили? Ну, последнее, это Дмитрий Шевский, да, получил срок три года и два месяца, несмотря на то, что пошел на сделку со следствием и на признание вины. Ну, вот как? Насколько мы знаем, следственная группа не расформирована и гипотетически, по крайней мере, угроза того, что при случае необходимости материал этими ста следователями, наработанный за два года, будет использован, конечно, есть. То есть, на данный момент людей, которые не дошли до суда, нет. Но это не значит, что оно закончилось, но просто с абстракцией бороться сложно. Естественно, люди переживают конкретным, преследуемым людям, это вызывает солидарность. Я не сказал бы, что все прекратилось с компанией поддержки. Насколько люди могут, помогают, просто ведь ситуация меняется, возникают новые угрозы, там началась война, возникают новые политзаключенные, возникают компании солидарности им, а количество неравнодушных людей, которые в принципе склонны к такой солидарности, оно не очень велико. Особенно вот в нынешней кампании тотальной мобилизации государственной поддержки себя на основании внешнеполитических агрессивных действий. Да и смысл этих мероприятий, мне кажется, не в количестве людей, которые выходят, например, на болотную площадь ежегодно. Конечно, плохо, что критической массы не набирается для того, чтобы иметь какое-то значимое влияние. Но важно то, что в этой среде кристаллизуются какие-то группы активные, которые начинают таргетировано заниматься какой-то деятельностью. Появился Русузник, появился комитет 6 мая, появляются какие-то группы людей, которые прям тратят свое время и их активизм заключается уже в каких-то реальных целях. Это уже не абстрактные требования, когда масса людей выходит за то, чтобы освободили политических заключенных. Они занимаются тем, что они собирают деньги или обеспечивают элементарный будет заключенных в местах лишения свободы. например. Да, вот такая работа ведется. Ну и комитет 6 мая этим занимается, и союз солидарности с политзаключенными на протяжении многих лет. И вот, слава богу, особенно активная группа поддержки у Алексея Гаскарова. Молодцы, и Анна, и другие товарищи, потому что, к сожалению, не всем, не вокруг каждого. Алексей действительно лидер левого движения, и люди вокруг него объединялись, видимо. Я не знаком с этой частью его деятельности практически был. Но до общества доносится его позиция, привлекается внимание, и в результате возникает солидарность, потому что люди должны быть информированы для того, чтобы испытывать какие-то чувства, проявлять солидарность и помогать. Этот процесс идет. Да, наверное, он стал слабее, потому что со временем все так или иначе слабее, а кроме того, все-таки возникла некая определенность. То есть, один человек уже вышел по отбытию срока, есть надежда, что первая волна по УДО достаточно скоро выйдет. Понятно, что в этой ситуации, когда не какой-то дамоклов меч висит, а есть ожидание того, что все закончится в обозримой перспективе, мобилизация общественной поддержки снижается. Но, тем не менее, там, не знаю, оформляется подписка как в СИЗО, так и в колониях всем узникам. Собираются деньги на ежемесячные передачи всем и там, и в колонии. По возможности оказывается, помощь семьям. Например, вот Виталий Шушкевич провел в августе аукцион благотворительный, собрал средства, и каждой семье человека, который находится за решеткой по болотному делу, была выделена одинаковая часть. Все это такая, ну, вот из этих мелочей, тем не менее, складывается некоторая поддержка. Конечно, прекратилась никак нельзя. Аня, вот здесь такой вопрос чуть-чуть против правил. Если бы вам сейчас Алексея как бы выдали на свободе, вы бы его посоветовали бы ему уехать, как Даниилу или Алексею Сахсенину за границу? Или вы понимаете, что он неисправим и будет политическим борцом? Ну, исправим, это немного странное окрашенное слово, но я прекрасно понимаю, что как бы Леша в том, он мог уехать, понимаете, еще как только начались первые аресты по болотному делу. Ему кто-то советовал это сделать? Ему очень многие люди советовали это делать, но Леша принял решение здесь остаться, и я думаю, что он об этом даже не жалеет, несмотря на то, что сейчас находится в тюрьме, поэтому и я бы скорее его поддержала в том, чтобы остаться здесь. я как бы не склонна осуждать тех, кто покидает страну, я прекрасно это понимаю, но Леша эта тема отличается, что не меняя своих взглядов, он хочет продолжать заниматься той деятельностью, которой он занимался, когда он был на свободе, поэтому максимально эффективно это можно сделать, оставаясь здесь, в стране. Да, вот вопрос Сергей, насколько обманчива вот эта мера вроде гуманная домашний арест, потому что Сергей Удальцов тоже был под домашним арестом, потом его взяли и посадили на самый длительный срок, вот сейчас Навальный и НК Ускас под домашним арестом, есть ли у них какая-то тревога, что это просто усыпили их бдительность? Ну, вне сомнения, домашний арест все-таки лучше, чем пребывание реально по старшему, но грань очень тонкая, естественно, и в любой момент действительно неоднократно вот ходатайство и по Навальному заявлялись с целью изменить меру пресечения, это может случиться в любой момент, поэтому лучше, когда люди находятся, и это некая уступка власти, раньше этого не практиковалось, то есть они не хотят создавать икон, они не хотят мобилизации и поддержки, а, конечно, когда человек все-таки дома, они за решеткой, это не вызывает такого сочувствия и такой симпатии, но, тем не менее, это тоже некая победа, вообще говоря, гражданского общества, правозащитников, что эта мера стала применяться, ну, вот иначе бы сейчас там и Янкаус, и Сын Навальный сидели бы в СИЗО, а не дома, лучше пусть так, но, когда человек без всякой вины находится даже и под домашним арестом, это неприемлемая ситуация, говорить-то ведь надо о фальсификации уголовного преследования, основании уголовного преследования, заведомо неправосудном уголовном преследовании, что вот упомянутых Навального и Янкаускаса, что это было применительно к Удальцову так, и никакая мера пресечения не должна к ним применяться, в том числе и домашний арест. Ну да, но тут самый, конечно, вопиющий случай, это с Пусси Райт, где все думали, что ограничиться там каким-то штрафом, а они отсидели. Сколько они в результате просидели? Ну, они несколько месяцев не досидели. Не досидели, они, да, их задержали в конце февраля, отпустили в декабре, двух месяцев не досидели. До двух лет, да? Да, может, трех вот где-то. Ну вот, видите, так что тут бабушка надвое сказала. Давайте тогда заглянем чуть вперед, какие следующие действия будет предпринимать защиту Алексея? Скажите на то. Ну, нас еще ждет апелляция. Собственно, с самого начала стратегия защиты наша строилась на том, что мы все способы защиты будем использовать в суде, прекрасно понимая, что многие из них не работают. То есть даже то, что сейчас Алексей находится в матросской тишине и проходит обследование там на зрение, все эти справки, они будут прилагаться в дело. После апелляции Лешу этапируют в колонию и там уже будет речь идти об УДО. УДО можно запрашивать раз в полгода. Если откажут в первый раз, второй раз можно будет попросить только через полгода. Стратегия такова у нас. Как вы разумно считаете, построена защита Алексея? Ну, вне сомнения, что что-то еще можно сказать и сделать. Ну да, но просто когда-то мы пикеты проводили, митинги, сейчас это все уже не... Нет, это на самом деле так или иначе по шестым числам люди выходят. Просто, к сожалению, государство ведь тоже предприняло усилия для того, чтобы любая уличная активность была рискованной и максимально затрудненной. Если люди там вот за выход на улицу с плакатом в одиночный пикет могут получить штраф 30 тысяч рублей, то надо подумать, куда им лучше эти 30 тысяч рублей деть, да? То есть часть из них лучше пожертвовать политзаключенным или отдать государству в виде штрафа. Поэтому, да, эта уличная активность стала менее заметной, ну и опять же играет роль общий информационный фон. То есть когда главной, единственной проблемой была проблема политзаключенных, узников болотного дела, это было одно. Когда рядом идет война и погибают тысячи людей, как это, ну, не цинично звучит, но это несколько отодвигает проблему политзаключенных. А кто сейчас на подходе вот кому можно укоротить через срок? Ну, практически всем, кто по первой волне, кроме, по-моему, Кривого, у которого дольше срок, у них уже сейчас подходят сроки обращения за УДО, если даже не наступили. То есть просто они в колонии попали не так давно, вот там в августе-сентябре. Я полагаю, что в ближайшее время все они будут обращаться. И, ну, вот учитывая, что задача государства в этой лотерейной совершенно в лотерейном таком привлечении к ответственности достаточно случайных людей была не в том, чтобы засадить каждого из них на как можно более долгий срок, а напугать общество. Есть основания ожидать, что значительная часть из них удовлетворят ходатайство в ВОДО. Вопрос москвича Александра. Здравствуйте. Вопрос кем в путье. Вопрос такой. Вот по пассивным киберам оппозиции по их взглядам под Москвой, Крым и Номбассом. Вот, например, коварищ Гарри Кимович, вы создали однозначные последователи в этом плане, что Крым, это со стороны российских властей, то же самое отношение к Замбассе. А вот такие как нам, они почему-то в Крым они не относятся. Поняли, да, Александр, да. Ну, видите, дискуссия продолжается. Эта дискуссия, она буквально заполонила оппозиционное сообщество в последнюю неделю этого высказывания. Мне кажется, что важно не делать акцент на тех разногласиях, которые неизбежны есть. Все согласны в том, что захват Крыма был преступлением российской власти. И те люди, которые принимали это решение, они еще должны ответить перед российским и международным судом за это. Есть разногласия по поводу того, что делать дальше, да, потому что государство приняло ответственность за этих людей. Возможно ли просто так вот взять и откатить и выкинуть их обратно? Есть разные мнения. Есть мнения, что автоматическим образом должно каким-то образом реализоваться обратное решение. Есть мнение, что при этом должно быть учтено мнение жителей Крыма и мнение граждан Российской Федерации. Ну, вот, есть разные мнения. Но все люди, которые придерживаются и тех, и других, это сторонники того, чтобы в России была демократия, чтобы был примат прав человека. И от того, кто сейчас как высказывается, может быть, не совсем удачно по поводу будущей какой-то далекой перспективе судьбы Крыма, никак не зависит то, что нам всем стоит делать сейчас. Поэтому мне кажется, что очень важно не педалировать разногласия, в частности, в связи с Крымом, потому что такой безумный совершенно характер приобретает какого-то холивара, а думать о том, что мы сейчас можем сделать для того, чтобы помочь политзаключенным, остановить войну, ну, вот, какие-то практические вещи, то, на что мы можем повлиять сейчас. Да, вот мы об этом и думаем, потому что, конечно, больно смотреть на всех. Как, кстати, мы, по-моему, накануне бракосочетания у нас были, Анна, как все прошло? Ну, лучше, чем ожидалось. Просто для меня с Лешей, в первую очередь, бракосочетание в СИЗО, это была возможность получить небольшое свидание без решеток и телефонов, потому что обычно свидание расцепом полагается по телефону в таких разных специальных камерах стеклянных, а тут у нас была возможность просто друг друга обнять, и как бы спустя полтора года это, конечно, было значимо. Но теперь мы, почему еще мы ждем этапирования в колонию, потому что там я, как желаю, могу получить долгосрочное трехдневное свидание, буду проживать с Алексеем три дня в каком-то специальном помещении, поэтому мы этого тоже очень ждем. Вы как-то в Росузнике, в Росузнике у вас есть какая-то там секция может быть жен, которые самого Оля, к сожалению, по несчастью тоже относятся. Есть ли кто-то делится опытом с вами? Да, я общаюсь хорошо с женой Лешей Полиховича, Таней Полихович, и девушкой Андрея Барабанова, Катя, мы как бы взаимодействуем с друг с другом. Собственно, Таня у меня в свое время рассказывала, как пройти процедуру получения разрешения на брак в СИЗО. Я во многое ориентировалась на ее опыт. то есть вы сначала даже, может, не верили, да, оказалось, что это получилось, да. Да, вот видите, к числу потерь этих двух лет можно отнести, наверное, на лимоновцев, как вы, Сергей, с болью как-то отдирали от себя, потому что у нас часто бывали Сергей Фомченков, Сергей Аксенов, а сейчас они чуть ли не воюют где-то в Днестрове, в этом, то есть в Новороссии. Нет, вообще, вот то, что использовав этот козырь внешней политики, власть расколола оппозицию, это, конечно, очень печальная история. Она добилась своего результата. Стратегия 31. Ну, вот, на мой взгляд, всем, кто способен сотрудничать, кто готов отложить разногласия и объединять усилия вокруг того, что является общим, всем стоит сотрудничать. Это был выбор Лимонова и его товарищей по другой России еще с декабря буквально 11-го года пойти другим путем. То есть, вне сомнения, цели тогда еще не было никакой Украины, никакого Крыма. То есть, я это воспринимаю как некую ревность лично Эдуарда Вениаминовича, который вот противопоставил себя всем остальным, начал клеймить либералов в колонках в известиях. Ну, это его выбор. А сейчас есть, конечно, и содержательный водораздел. И когда люди, которые выступали на протяжении многих лет за свободу собраний, требуют запретить или разогнать марш мира, это, в общем, говорит о том, что на самом деле никакая свобода собраний была не нужна. И тем не менее, если у нас опять возникнут какие-то возможности совместного действия, как и с кем бы то ни было еще, это необходимо. Потому что, конечно же, монолит авторитарной власти может быть как-то подвигнут, как-то частично хотя бы деформирован только совместными усилиями всех, кто ему оппонирует. Сейчас фактически другая Россия ему не оппонирует. Если они опять вернутся в оппозицию, я лично буду выступать для сотрудничества с ними. Да, потому что я когда смотрю на Анну, я сразу вспоминаю зеркальную ситуацию у Лимоновцев. Там есть Таисия Осипова, а у нее наоборот на свободе ее муж Сергей Фомченков. Мы тоже им всегда помогали. Помните, были акции у всех станций метро собирали для нее? Не, ну, помогать ей в любом случае надо. Это вообще не зависит от политической позиции. Другое дело, что, например, опубликовали, уж не знаю, на самом деле это высказывание политзаключенных другой России или от их имени высказались товарищи, находящиеся на свободе, что они отказываются от помощи Союза Солидарности с политзаключенными и Мемориала в связи с тем, что мы признали политзаключенный Савченко, который враг России и еще что-то там еще, да, и что нельзя смешивать политику и правозащиту, но мы-то как раз вот те же гетерии, по которым мы признали Осипова политзаключенный, применяем Савченко. По политическим мотивам человек незаконно находится, лишен свободы. И какие у него политические убеждения при этом нас совершенно не волнуют. Там совершенно разные люди попадают в наш список. Они, наоборот, вот решили смешать и очень жаль, потому что, конечно, любой человек, который подвергается политическому преследованию и находится за решеткой, заслуживает поддержки не только своих идеологических сторонников, сподвижников, а всех честных, разумных людей. Да, мне кажется, что там за вот этой решеткой уже заключенные недели друг друга на какие-то политические течения, все друг другу помогают, и мне кажется, это надо придерживаться и на воле нам. Тому, кого попал, оказался в беде, близкий человек, оказался узником совести, надо без различия всяких окрасов помогать ему. И это может приносить успех, как показала эпопея Даниила Константинова. То есть, в этом суде были абсолютно разные люди. Там был Гарри Каспаров, Андрей Пянтковский, одновременно Белов, Тор, левые активисты, при том, что взгляды у нас разные. Я там тоже неоднократно был, и про учительство подписывали совершенно разные люди. И вот эта синергия, она дала эффект, я полагаю. Да, вот этот пример, по-моему, должен вдохновлять и вас. Поэтому держитесь, видите, творит чудеса, солидарность и дружба, и вот такие усилия. Ну, что ж, пожелать-то нашим товарищам, которые... А с Сергеем есть какая-то связь с Удальцовым? Ну, вот у меня нету регулярно адвокаты публикуют какие-то его высказывания. У него осталась, по-моему, Виолетта, да, Волкова? Виолетта, и там их было двое, то есть не только Виолетта. Где он сидит? В каком именно СИЗО Москвы, я, к сожалению, сейчас не знаю. Ну, конечно, у него тоже не было апелляции. Ну, то есть он вот в такой же стадии, хотя у него приговор был вынесен раньше, но тоже еще не назначена даже апелляция, апелляционная жалоба подана. И Развожаев тоже, да? Да, и Развожаев тоже, конечно. Развожаев в Матросской Тишине, там неоднократно говорили, что его госпитализировали с подозрением на инфаркты, но вроде эта информация не подтвердилась от адвоката. То есть у Сергея тоже удальцов не богатырское здоровье. Не, ну, тем более после голодовок неоднократных. Да нет, как я понимаю, у Леонида были проблемы со здоровьем, то есть там просто второй раз говорили о том, что его госпитализировали. Но вот один раз была такая ситуация, он как-то подтверждал, и весьма вероятно, что инфаркт у него и был. Но вот он в особенно тяжелых условиях оказался с этими поездками по этапу в Иркутск. Всем мужество, стойкость, и все-таки скорейшего освобождения, конечно, пожелать хочется. Всем нам солидарности. Приятно было видеть сегодня, еще два года назад мы бы не поверили, что девушки из Пуссера это Мария и Надежда будут вот так стоять на сцене и улыбаться. Не, ну вот мы поверить как раз могли, потому что у них срок в любом случае кончался, а вот то, что и они, и Михаил Ходорковский вместе будут выступать как некие представители российского гражданского общества, это действительно трудно представимым было некоторое время назад. Да, ну что же, пожелаю всем мужество. Напомню, что сегодня сразу несколько было поводов для нашей встречи. Во-первых, два года избрания Координационной Советой Оппозиции, который, несмотря на то, что его пытаются его членов бывших разгромить, запугать, выдавить из страны или арестовать, или в качестве свидетелей привлечь, он не в качестве Кондиционного Совета, но дышит и живет, и продолжается дискуссия общественная, которую мы сегодня здесь продолжили. И большое спасибо тем, кто съездил сегодня в Осло. Это был Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов и девушки из Пуссирает. А у нас в студии были и член Совета Оппозиции Сергей Давидис, и мы, вот, родственники, я отец, член Совета Оппозиции Анна и супруга. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени», у микрофона работал Владимир Крамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Елена Колупаева. Редактор субтитров А.Семкин